Это не кликбейт. Я действительно решил поменять свой рабочий монитор с матрицей, поддерживающей частоту обновления 240 Гц, на модель с частотой 144 Гц. И сейчас объясню, почему. Разница в чёткости между этими значениями действительно есть. Даже после внушительных 144 Гц, глаз человека способен различить увеличение частоты ещё почти на сотню. Да и верующих в 25 кадров уже почти не осталось. В общем, я не перестал видеть эту разницу. Если бы речь шла о двух мониторах с одинаковой матрицей, но разной частотой, я бы выбрал тот, где она больше. Другое дело, отличия в картинке между TN и IPS, Full HD и QHD. Они более заметны, чем частота обновления. Цвета сочнее, углы шире, пиксели меньше, а детализация в играх выше. Поэтому, когда у меня появилась возможность поменять быстрый игровой монитор LG Ultra Gear с TN матрицей на аналогичный, но IPS и с большим разрешением, я решил этим воспользоваться. Всё-таки мне приходится на работе не только играть, но и как это не странно работать. Например, с видео. Так что знакомьтесь, это LG Ultra Gear 27GL850B и в нём установлена 10-битная 27-дюймовая Nano IPS матрица с разрешением 2560x1440 и частотой обновления 144 Гц. Правда, в ней не совсем честный 10-бит, конечно, а 8 Plus FRC. Но за такую цену 10-битных матриц и не бывает. Начнём с того, что такое Nano IPS. Это технология LG, по которой на белые светодиоды LED-подсветки наносятся специальные наночастицы. Они поглощают свет определённой длины волны. Например, ненужные оттенки жёлтого и оранжевого, очищая красный. Благодаря чему получается более точная цветопередача и увеличивается цветовой охват, который тут составляет 98 процентов цветового пространства DCI-P3. Ладно, а при чём тут геймеры? Ну, во-первых, качественная цветопередача нужна не только дизайнерам. Приятно же, когда шикарные пейзажи в играх отображаются так, как их и задумывали разработчики, а супостаты разлетаются с правильным оттенком красного. Во-вторых, расширенный цветовой охват необходим для поддержки HDR. Производитель указывает, что монитор умеет HDR10, но по стандартам WESA ему не хватает максимальной яркости подсветки, чтобы похвастаться дисплей HDR400. 350 нит при необходимых 400. Для гейминга это всё, конечно, интересно, но не так важно, как скорость отклика, которая тут составляет одну миллисекунду grey-to-grey. До недавнего времени это значение для IPS-матриц было фантастикой. Такая скорость достигается путём разгона панели. Чтобы кристаллы быстрее переключались, на них подаётся больше напряжения. Это имеет побочный эффект в виде артефактов, появляющихся за быстро движущимися объектами. В меню есть три режима работы – нормально, быстро и быстрее. Шлейфы появляются в последнем. По умолчанию этот режим выключен, и я бы не советовал его включать. Как по мне, картинка при 144 Гц четкая и без овердрайва. Радует, что есть поддержка FreeSync и совместимость Nvidia G-Sync, причём не только на бумаге. Так что в динамичных сценах изображения рваться не будет. Присутствуют и классические игровые функции в виде высветления тёмных зон на экранного прицела и игровых пресетов с вырвиглазными настройками чёткости, контрастности и цветов. В остальном экран полуматовый, бликует только при очень ярком свете, углы обзора отличные, есть небольшой glow-эффект, привычный для IPS-матриц. Подсветка достаточно равномерная. Режим sRGB имеет заводскую калибровку, так что обработкой фотографий можно заниматься почти сразу. В комплекте есть соответствующий отчёт о калибровке. Даже если вы не фотограф, он гарантирует, что CSGO у вас будет в правильных цветах. Ещё одна важная вещь – технология Flicker Free. Мерцания отсутствует на всём диапазоне подсветки. Пару слов о дизайне и конструкции. UltraGear наконец-то завернули в очень тонкие рамки. Даже с учётом чёрной окантовки под стеклом, рамка получается около 5 мм. Для примера у предыдущей модели они были куда больше. В остальном дизайн особо не изменился. Весь гейминг остался на задней стороне. Красный пластик стал более красным и глянцевым. Там же расположены все порты. Один DisplayPort версии 1.4, два HDMI 2.0, мини-джек и пара разъёмов USB 3.0. Последними вы вряд ли будете пользоваться, так как они находятся не в самом удобном месте. Кроме того, все порты расположены горизонтально. Это стоит учесть, если вы захотите повесить монитор на стену. К слову, крепление веса для этого есть. В качестве основного интерфейса лучше использовать DisplayPort. Он поддерживает максимальную частоту FreeSync 144 Гц. При подключении через HDMI, возможно, FreeSync будет работать только до 100 Гц. Немного изменилась ножка. Она умеет почти всё то же, что и раньше. Регулировку по высоте, поворот в портретный режим, наклон. Но пропала возможность поворачивать монитор в стороны. Такой даунгрейд выглядит немного странным. Конечно, это уже придирки. Монитор получился хороший. У него качественная и быстрая матрица, есть поддержка FreeSync, совместимость G-Sync, оптимальное для 27 дюймов QHD разрешение, приятный дизайн и тонкие рамки. В общем, переход с 240 Гц на модель с частотой 144 Гц может быть оправданным. Пишите в комментариях, какой из них взяли бы себе. Всем чёткой картинки. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова